Курсы. Ну, Земля, как Вы, уже убеждаетесь во многом уникальных планетах. И одна из отличительных черт Земли в том, что это самая активная дектоническая планета в Солнечной системе. И второе чрезвычайно важное отличие состоит в том, что это планета, обладающая, но за исключением Плутона, которая, как мы теперь понимаем, не планета. Значит, это планета, обладающая самым массивным спутником по отношению к собственной массе. Подобные спутники подобных масштабов имеются в плане гигантов. Титан похож очень на Луну. Мы вели его спутники Юпитера. Подобным он обладает масштабами. Но у Земли, масса которой на три порядка меньше, чем у нас у Юпитера, конечно, это уникальная ситуация. И это тоже очень важный фактор, обеспечивающий самое главное отличие Земли, способность внести биосферу. Но я не буду все картинки вам показывать. Откуда берется информация про Луну? Значит, на Луну слетало, значит, это вот с цифрками, это места посадки Аполлонов. Аполлонов там 17 штук слетало. Привезли в общей сложности примерно 400 килограммов глубинного грунта. Советские Венеры привезли еще несколько десятков. То есть экспериментально материала гигантское количество. И первое, что, естественно, людей интересовало при анализе этого лунного грунта, это датировка. И вот, значит, какое-то нейрологическое, какое-то нейрологическое, так сказать, отождествление. Что это за порода, что это за минировода. Значит, я напомню, что момент инерции твердого тела, значит, если это однородная сфера, значит, ну, это просто на коэффициент к чему? Масса на радиусе в квадрате. Мр квадрат, там π нигде не потеряли? Не-не. Да, π в этом коэффициенте сидит согласен, да. Значит, если однородная сфера, это будет, например, 0,4. Значит, но если тело претерпевает дифференциацию, дифференциация, напоминаю, это процесс, который претерпевают небесные тела массы, ну, скажем так, если по радиусу брать, то больше, там, 300-200-300 километров. То есть, вот те, если мы с вами будем чуть тоже говорить об астероидах, там есть астероиды, так сказать, тоже вполне напоминающие полноценные планеты. Вот. У них тяжелые породы более плотные проваливаются и тонут, ходят вниз, а более легкие всплывают. И вот возникает такая, некая, так сказать, многослухная структура, такая же, как у Земли, у других планет земной группы, где у нас имеется ядро, мантия, значит, там, мантия из нескольких слоев состояет, ну, и верхняя вот эта остывшая твердая волочка карата. Вот. И, зная момент инерции, мы можем, в принципе, понять, насколько это дело дифференцировано, оценить масштаб ядра и так далее. Значит, откуда мы это знаем, момент инерции, тоже вопрос. Значит, с Луной нам повезло, она очень близко. Мы можем наблюдать ее, там, даже в очень скромном телескопе, с высокой точностью. И, поскольку Луна обращена к Земле одной стороной, значит, это значит, что она имеет некую асимметрию, то есть это не точно симметричное тело вращения, которое вот в неоднородном гравитационном поле Земли как-то, значит, занимает некое положение равновесия. Вот вокруг этой равновесия она немножечко колеблется. Эти очень малые движения, это доля секунды угловой, называются либрацией. Вот по либрации Луны действительно можно довольно точно оценить момент инерции. И оказывается, что ядра Луны либо просто нет, либо оно какое-то очень маленькое. Нам Гудков говорил, что внутренняя структура Луны очень хорошо понята по сейсмическим данным, то есть первичные, там, вторичные волны. Это, да, это, так сказать, отдельная история, согласен, но распределение, ну, в принципе, да, в принципе, после анализа сейсмических измерений, а по лутам, наверное, можно и к моменту инерции особенно не обращаться. Так вот, значит, тем не менее, вот по этим же сейсмическим данным понятно, что Луна сильно дифференцирована. То есть вот у неё есть, значит, верхний драматический слой, значит, слой базальта, мантия, вот из этого анартозита, гора, на которой мы видим моря, то есть это вот остатки разрывов глобального такого драматического океана. А тем не менее, по массе она дифференцирована очень слабо. То есть, грубо говоря, самый верхний слой – это 2,8 грамма кубический сантиметр, а внизу – это 3 грамма кубический сантиметр. То есть дифференциация по плотности очень и очень слабая, несмотря на то, что действительно мы видим, что она хорошо дифференцирована. Вот, значит, вторая особенность в том, что вот все эти моря, они, видите, они все очень древние, у них действительно хорошо взята датировка, и это все вот там 3,8-3,9 грамма кубический сантиметр. То есть после формирования своей поверхности Луна была абсолютно, так сказать, стабильна, никаких больше катаклизмов не протерпевала. Дальше, значит, любимое занятие планетных геоплогов – это считать кратеры. И строятся вот два таких распределения. То есть вот нижняя кривая – это ловный моря. То есть это относительно молодые характеристики, но относительно, естественно, вот этих вот 3,8-х миллиардов лет. Вот, видите, вот эти моря гладкие. Все, что нападало, нападало в полет. Это сильные материальные паблогировки. А вот после разлива вот этого магматического глобального герна, там кратеров относительно немного. Но отличие не только в том, что их не много, а в том, что у них совершенно не распределено. Видите, доминируют маленькие кратеры, то есть с диаметром кратера меньше одного километра, а диаметром фактора – это примерно 1 десятая. Ну, там, естественно, с точностью до коэффициента. 1 десятая размеров кратера. Вот, а дальше, там некий минимум, а дальше, ну, начинаются, как раз, это уже такие совсем редкие события с крупными метеоритами. А вот... Возвышенности, то есть территории, это та поверхность, которая находится вне нолей. Вот, значит, там такой двугорбый, точнее, с двумя ямами распределения, которое, вот, как бы, говорит о том, что есть два пика. Один там порядка 100 километров, другой аж там до 1000 километров. То есть это гигантские импакторы, и они все приписываются периоды поздней интенсивной бомбардировки. Вот сейчас, когда принято... Ну, что такое период интенсивной бомбардировки? Значит, общая картина формирования Солнечной системы. Напомню, это сначала газопылевое облако, то есть протосолнце начинает формироваться, конденсируется, значит, пыль. Пыль начинает когулировать в какие-то там... Планеты Земля, планеты Земля начинают гравитационно чувствовать, слипаться в протопланеты и так далее. Вот. А вся вот эта оставшаяся пыль, она потихонечко выметается на вот эти протопланеты. И, собственно, это вот и есть интенсивная метеоритная бомбардировка. И это продолжается примерно полмиллиарда лет. Но когда уже протопланеты сформировались, и основной мелкий материал уже выметен, дальше выступает второй пик, когда вот те крупные тела, которые не стали протопланетами, они с небольшой интенсивностью, но, тем не менее, продолжают выпадать на планеты, поскольку они фокусируются гравитацией. И вот интересно, что здесь есть два пика, и оба они приближают довольно крупным телам. То есть вот такие мелкие импакты, то есть столкновение с очень крупным телом в ту эпоху было достаточно типичным событием. Таким образом, мы видим, что как бы можем построить периодизацию вот этой бомбардировки. То есть это то, что было до того, как застыли моря. Моря в это время были жидкие, то есть все это падало, конечно, из моря тоже, но это было жидко. А когда моря застыла, ну вот, осталось вот. Ну, реголит... Простите, у меня сейчас лекция, я попозже позвоню. Хорошо, хорошо, только сейчас. Значит, реголит — это отдельный, так сказать, тип планеты и породы. Мы с реголитом с вами будем сталкиваться на Марсе. Но на Луне это вот очень такое характерное, потому что действительно это была огромная техническая задача, непонятная, когда сажали первые аппараты, тем более людей. Вообще не провалятся эти люди в, так сказать, вот, такой бесконечный слой плохо связанной пыли. Потому что вот вся вот эта вот метеоритная бомбардировка, она приводит к тому, что порода перемалывается, перемалывается, перемалывается. А поскольку атмосферы нет, климатической системы нет, нет механизмов, которые выводят вот этот мелкодисперсный материал и формируют из них осадочную породу. А можно еще раз, почему он перемалывается? За счет чего? Метеоритом. А, метеоритом. То есть любая поверхность планеты, и спутник, и Луна здесь не исключение. Вот первые пятьсот миллионов лет жизни Солнечной системы подвергается страшной совершенно метеоритной бомбардировке. Причем, вот как на предыдущем слайде было видно, значит, он имеет как бы несколько пиков. Сначала просто такой вот дождь, потом период интенсивный, но очень крупных, очень крупных событий, а потом тихонечко спадающий такой вот, так сказать, мелкие уже остатки, более-более-более мелких инфакторов. Ну и, естественно, вот этот остаточный хвост, он продолжается по сей день, какие-то материалы спадают на Землю, на другие планеты. И вот за миллиарды лет все это приводит к формированию такой вот толстого сло, такой мелкой-мелкой пыли. Вот этот ударно переработанный материал называется словом реголит. Он может быть, так сказать, из любого минерала состоять, вот какой был, под ногами, из того и получился реголит. И вот из планет земной группы, но на Меркурии тоже такой реголит, безусловно, и есть, но на Меркурии мы пока не садились. А вот на Луне и на Марсе, это, так сказать, реально хорошо исследованный материал. На Марсе его слой не такой толстый. Где-то это сантиметры, где-то его вообще нет. А на Луне? А на Луне это, вообще говоря, метры. И вот была проблема, действительно, вот человек ступит на поверхность Луны и провалится это все. То, что эта мелочь забьет там все клапана, отверстия, складки, это очевидно совершенно, так оно и было. Но, оказалось, нет, оказалось, материал очень сильно спрессованный, он достаточно твердый. То есть, он, вот, свет заставляет, да, но при этом он такой, как вот, очень-очень морозный снег. Оказалось интересно, что эта пыль вся сильно заряжена, и кулоновские силы, они тоже влияют на вот компактность. Ну, конечно, доминирует в основном это вот вандервальцевские силы, то есть, настолько мелко переработанный материал, что эморгулярные силы, они уже специализируют этот материал. Вот, если вернуться к датировке, то вот тоже довольно занятная картинка, ее, как бы, вот тоже полезно себе представлять. Вот это датировка лунных пород. Значит, это вот эти вот плавнины, а это моряр. Это все там больше трех миллиардов лет. А это вот земные породы. Ну, потому что у нас обновляется материал же, да? Да, совершенно верно. Потому что земля синтонически активна, потому что у нас практически нет участка поверхности, которая не была бы переработана. Вот, на Луне у нас все наоборот. На Луне вся поверхность древняя, и мы знаем, что очень давно, вот как только замерзли моря, застыли, все, любая тектоника на Луне умерла. И это вот, пожалуй, основной результат, такой важнейший результат, вот этих вот 400 килограмм, которые... А как определяют возраст? По полураспадам? Или как? Да, определяют, конечно же, по изотопам, и по так называемым сибирофильным элементам. Есть редкоземельные элементы, там, электрин какой-нибудь, которые встраиваются в кристаллическую решетку определенных пород, и их оттуда довольно трудно выдрать. Ну, просто вот электронные оболочки атомы устроены таким образом, что им хорошо живется в определенной кристаллической решетке. Вот. И когда такой атом попадает в эту породу, он уже оттуда не выскочит. И мы можем фиксировать вот по распаду изотопа момент, когда эта порода сформировалась и застыла, когда она стала конденсированной, или было конденсированное состояние. В основном я это так понимаю. Хотя, конечно, там вот есть очень много тонкостей в этом, в изотопном анализе. Но вроде бы вот такой грубый изотопный анализ точности, там, плюс-минус 100 миллионов лет, он сейчас является достаточно рутинным методом, и не подвергается особенным сомнениям, не критикуется. Вот. Ну, если уже посмотреть на определенные типы поверхностей, значит, ну, вот видно, что самым молодым типом породы является базард. Это вот, как раз там, 300 больших миллиардов лет. Вот. Вот эти вот красные, ближе к 4, 3, 8, 3, 9, это как раз расплавы от ударных кратеров и морей. Вот. Ну, и, наконец, самая древняя, это вот эти вот возвышенности, теперь череные кратерами, которые представляют собой первоначально, как мы говорим, самую древнюю поверхность Луны, вот когда она сформировалась, как начало застывать вот это, этот драматический океан начал застывать, вот самые древние очистки, это как раз вот, вот эти вот возвышенности. А скажите, а черные там, большое, что? А черные, эти вот совсем, совсем молодые, это, как бы, остаточный процесс, потому что метеориты продолжают падать, и достаточно крупные тела продолжают падать, хотя и с небольшой вероятностью. И если это действительно серьезный импактор, то это может привести к локальному расплаву. А вот big chill – это что такое chill? Значит, chill – это охлаждение. Охлаждение. Разность в плотности очень небольшая, поэтому дифференциация такой вот не катастрофически имела характер. Такой, скорее бы, мягкий локальный. Вот. Потом, значит, вот, произошло образование морей, когда, там, в результате каких-то мегаимпактов произошли огромные разливы на каких-то отдельных участках вот этого драматического океана, потом и они застыли, и дальше был период какой-то тектонической активности, когда двигались участки друг от носителя, и это привело к выходу на поверхность вот этих заглубленных пород, в том числе базальтов. Вот базальтов, вот здесь, все, на трехмиллиардах все застывает, и дальше это тишина полная, тут ничего не происходит. Вот это, собственно, тишина, это называется бюджет. Угу. Вот. Ну, собственно говоря, это общий процесс, то есть тут Луна не отличается, особенно, от каких-то других планет. Вот. Но вот тонкость одна, которую я хотел бы, чтобы Вы запомнили, состоит в существовании вот этого вот поздней интенсивной балабардировки, геологические следы, которые на Луне очень хорошо видны. Вот. Ну, собственно, к чему я все это рассказываю, и к чему я Вас хочу подвести. Значит, вот, имея всю эту общую информацию, нам бы хотелось все-таки понять, откуда Луна взялась. Это, там, вопрос, который, ну, понятно, что об этих вещах рассказывает начальник в школе, поэтому это действительно важно. Вот. И здесь есть действительно несколько таких вот важных тем, важных вопросов. Это, во-первых, почему все-таки Земля так уникальна, потому что у нее есть огромный спутник, а у других нет. каким образом такой спутник может формироваться, и каким последствиям все это для нас может привести. Ну, вот, значит, основные параметры, они вот такие. Значит, вот, помните, там 0,4 было, а здесь 0,393. То есть, ну, практически по массе не дифференцированное тело, почти однородное. Хотя мы знаем, что оно действительно дифференцированное. Вот. Ну, и, конечно, вот, просто огромное тело, и больше 1,5% по массе это для планет совершенно уникальный случай. Вот. Значит, такие есть вот так у нас ограничения. На самом деле, как бы, две большие группы. Это динамические параметры, там, масса, момент инерции, орбитальные параметры, огонь, орбит, и так далее, и большая группа, вот, все, что связано с химией, с изотопами, и с геологией. Вот. И те и другие, они, в общем, мы обязаны, как бы, объяснить эти и другие особенности, если мы пытаемся выстраивать какую-то гипотезу. Вот. Ну, вот, давайте смотрим. Значит. Вот масса Луны. Значит. Точнее, масса спутников по отношению к массе планеты. То, что я вам говорил. То, что Земля имеет самый тяжелый спутник. То есть, вот, грубо говоря, один процент у Земли. Там примерно одна сотая, десять минус четвертый. Типичное соотношение для разных гигантов. А у гигантов берут соотношение для одного спутника или для всех сразу? Для самых больших. Для одного. Вот. Вот. Ну, и для Марса. Вот. Вообще-то. То есть, это вот такая картинка. Не знаю, насколько, как бы, несет какие-то закономерности. Но, тем не менее. Значит. Момент врачей. Вот это тоже очень важно. Он, мало того, что Луна очень большая, очень насильная, она еще и несет огромное количество уголов моментов. То есть, примерно на порядок больше, чем у всех остальных систем планет спутника. Вот. И это тоже совершенно уникальный случай, который непонятно, как объяснить. Вот если мы эту картинку здесь изобразим, значит, это у нас размер системы спутника. Мы экономим его радиус. Диаметр орбиты. Вот. И... мы видим, что... Луна, во-первых, достаточно далеко находится, и, во-вторых, она вращается достаточно медленно. Прошу прощения. Вращается... Значит, rotation period... Ну, получается, медленнее всего. Вы хотите понять, что это за rotation period... Это... Пять часов. Пять часов. Пять часов. Так, это... Значит... Картинка сдвинута явно на несколько порядков. Значит, да, она должна быть где-то вот здесь. То есть, она действительно вращается очень медленно. То есть, порядка десяти часов – это нормальный период для... Значит... В часах – это сколько? Сколько? Тысяча, да? Семьсот часов. Ну, значит, на два порядка они его подвинули. Зачем-то. Вот. Но явно, конечно, это самая медленная из систем спутников. Вот. Теперь наклонение орбиты. Значит... Особенность лунной орбиты состоит в том, что она не коррелирует с наклоном земной массивы. И это сильно отличается от, например, планет-гигантов. У планет-гигантов, там у них тоже есть какой-то свой наклон, и их система спутников, они все живут в плоскости локального экватора своей планеты. У нас тоже есть некое наклонение, и оно отличается от наклонения зимой оси. Уже как говорилось про червь возникновения спутников? А вот мы сейчас ее и обсуждаем. У тебя есть гипотеза, да? Да. Ну вот, сейчас перейдем к гипотезам. Сначала факты, которые переберем. Вот, значит, картинка по наклонениям. Гиганты, они практически все сидят на эклиптике. У них наклонения очень слабенькие. У Земли, у Марса наклонение большое. И у Нептуна, значит, так, уран я не понимаю, потому что уран, вообще, там у него 180 градусов должно быть. А, это спутники. Это не сами планеты, это спутники. Да, за исключением урана. Урана как раз там все в этом смысле. Это наклонение системы спутников относительно планеты. Вот, что это такое. И, значит, у урана, хотя у него самого там 90 градусов практически наклонения лежит на боку, но у него и плоскость системы спутников наклонена почти так же. У Юпитера, Сатурна, тоже. Это захваченные мелкие спутники, которые, так сказать, в большую роль тут не играют. А вот у Нептона есть Тритон, спутник ледяной. Тоже очень крупный, тоже порядка лунных размеров. И он, по всей видимости, захваченный. И вот у него действительно наклонение похоже на, ну, это вот, про происходление Тритона. Тоже много всяких экзотических гипотез. Информации, понятно, меньше, чем про Луну. Но вот эти два спутника, они представляют некую аномалию. Итак, значит, если мы пытаемся какую-то теорию, гипотезу происхождения сформулировать, то она, во-первых, должна обитнять большую массу, огромный угловой момент, непонятное совершенно наклонение орбиты. Ведь, с одной стороны, если говорить о орбитальной динамической характеристике, если говорить о химии, то, значит, куда делись летучие, непонятно. Куда делалось железо, непонятно, потому что мы видим, что железного ядра нет или очень маленькая. Вот. Непонятно, почему сформировался этот гипотезоматический океан. И очень похожие на земные изотопные соотношения, насколько я понимаю, там не только кислород, но и другие летучие, они так или иначе по изотопным соотношениям практически совпадают с земными. Вот. Ну, значит, вот если говорить там о летучих, да, то они, значит, соответствуют, как правило, очень небольшим температурам сублимации. И если мы, значит, видим, что у нас летучих мало, это значит, что в тот момент, когда формировался облик Луны, она вся была очень горячей. Вот, собственно, как эти недостатки летучих выглядят. Значит, это такие вот основные реберные элементы, которые есть в любой магматической породе, и отношение к солнечному. И видите, что летучие элементы, которые плохо держатся за кристаллическую решетку, легко вылетают, их, естественно, меньше и на Земле, и на Луне. Вот. А вот не летучие, которые, наоборот, цепляются за решетку. Вот их на Луне существенно больше, чем на Земле. Вот. Опять же, этот факт требует какого-то объяснения. Так. Значит, ну и уже упомянутый выше отсутствие железного ядра, которое очень хорошо детектируется по моменту инерции. Значит, ну вот, если посмотреть, как выглядят моменты инерции и, соответственно, относительно массы ядер у других планет, ну вот видно, что даже, казалось бы, очень сходные по размеру и, по всей видимости, тоже однородные внутри галилеевые спутники, видите, все-таки у них там где-то 0,36, 0,37. Ну вот ганимет это вообще там 0,3, то есть там он очень хорошо дифференцирован, там мощное достаточно ядро. Но про газовые гиганты вообще говорить не приходится, потому что понятно, что у них вот эта эксплуатация по массе очень сильная, просто поскольку средний плод не знал. А планеты земной группы, видите, они все сидят примерно где-то вот в районе 33-34, поскольку у всех элементный состав и внутреннее настроение исходное. Но у нас здесь сидяло, так сказать, стоит особняком, она очень сильно выбивается. Но если вот на таких наглядных картинках это все проиллюстрировать и предположить, что все-таки какое-то количество железа там есть и оно упало в ядро, то вот относительно размер ядра он будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть это, конечно, какие-то доли процентов по массе. Вот, значит, вот что такое этот магматический океан и почему он здесь интересен. Значит, вот этот материал с лунных морей, он состоит в основном из минерала амертозита. Он легкий, он, так сказать, там, но он не сильно легче, чем базар. Разница меньше десяти процентов. Но, тем не менее, он всплыл. И если он всплыл, это говорит о том, что луна дифференцирована очень хорошо. То есть железо не может быть размазано по недрам равномерно. И в силу этого, значит, за какой-то большой компетенции нет. Железа мне просто нет. Вот это вот самый главный вывод, который делается из существования вот этого магматического океана. Мы повторяем эту картинку, значит, вот 2 и 8, а вот здесь 3. То есть видится разница совсем-совсем маленькая. Вот. Ну, и теперь, перебрав вот эти все факты, мы переходим к четырем основным гипотезам исхождения Луны, которые так или иначе в нашей литературе последние сто лет обсуждаются. Значит, ко-акреция, то есть одновременная акреция Земли и Луны, там, прото-Земли и прото-Луны из одного раза полевого облака. Вот когда я в школе учился, нас учили там, как бы так сказать, свершившиеся, не составляющиеся в этом факте. Ну, вообще-то мы в школе учили? Да, у нас была астрономия, кстати, плохая. Нет, то, что сейчас в школе нет астрономии, это просто, на мой взгляд, просто такая разведческая катастрофа. Не знаю, куда они надумаются. Вот. Захват. Это немаловажный тоже, так сказать, класс мир-ледний. Захватов спутников очень много в Солнечной системе, наверное, в других планетных системах тоже. Но захват штука такая. Захват не может происходить, как вы понимаете, в задаче двух тел. Ну, просто потому, что в задаче двух тел это либо эллиптическая траектория, либо и параболическая, либо и параболическая. А так, чтобы они пришли с бесконечности, а потом сели на эллиптическую орбиту, такого не было. Должна быть какой-то третья тела. То есть это, в общем-то, процесс маловероятный, и он требует участия сравнимого по массе третьего агента. То есть это значит, мимо пролетала еще какая-то Луна. И это уже вот становится довольно сложно предположить. То есть захватить там какой-то малый спутник планете-гиганту можно, а вот захватить Луну довольно малой массивной Земли — это все-таки события очень мало. Значит, отрыв Луны от протоземли. Это более древняя гипотеза, ей, наверное, лет 200. Но, тем не менее, она где-то, так сказать, сфигурировала достаточно долго. Ну и, наконец, вот наш любимый мега-импакт — это модная гипотеза, которая была высказана, по-моему, двумя японцами где-то на ЛДЖ 90-х годов. То есть вот как раз я был студентом, это все вот там тертелось, крутилось, как-то, значит, пытались это показать или опровергнуть. Вот. Ну, дальше, значит, вот идет иллюстрация, как это все выглядит. Это вот, значит, кулак зимами у нас крутится. Вот как бы два вихра, вот здесь будет Земля, а здесь будет иллюстрация. Вот так примерно будет, значит, кулак зим. Ну, захват понятно. Ну, а все вот эти вот теории, они как, они стройные, не стройные, то есть... Ну, естественно, каждый автор пытается доказать. Сейчас мы разберемся, сказать, вот у нас есть некий набор фактов, да, и мы попытаемся посмотреть, как вот пролезет эта теория в тот набор фактов, который мы сейчас имеем. А вообще существуют какие-то объекты, которые вот достоверны, ну, более или менее, известно, что действительно кулак реакции? Я думаю, что нет, наверное. Ну, я думаю, если сейчас... Вопрос правильный, хороший. И я думаю, что ответ нет. Хотя, например, система Плутон-Харон, по всей видимости, разумнее всего объясняется именно кулак реакции. Вообще есть теория, что огромное количество двойных астероидов и вот такая гантелеобразная форма большинства комет, мы сейчас это знаем, да, связана как раз с механизмом кулак реакции. Но это пока что, я бы не сказал, что это прямо такой мейнстрим. То есть есть действительно теоретики, которые защищают эту точку зрения, но фактов тут пока маловато. Ну, вот фишер выглядит так. Видите, это довольно старые картинки. Я думаю, что это после 50-х годов уже никто всерьез это не воспринимал. Но, тем не менее, вот такой, значит, отрыв тоже в свое время дискутируется. Ну и, наконец, вот наш любимый мегаимпакт. Вот, наверное, это выглядело примерно как-то так. Значит, что происходит при мегаимпакте? Значит, вот есть у нас протоземля, она дифференцированная. Значит, есть отдельное ведро, отдельная мантия. И в нее показательный влетает что-то размером примерно с Марсом. По тем временам это, в общем, вполне такое обычное дело. Ну, не совсем обычное, но ничего такого невозможного в этом нет. Это как раз вот второй этап интенсивной бомбардировки. Дальше, поскольку и протоземля, и вот эта планета Земля, они связаны гравитационными силами, фактически они представляют собой жидкие капли, вот, от удара начинается, значит, эту каплю начинает деформировать. Вот, вылетает материал. Немножечко материал вылетает из ядра. Вот, это не очень понятно. Но в основном из мантии, ну как это будет? Ну, по инерции, да. Жуткие сейсмические волны, это все плюхается вот так вот. То есть, ну, вот модель этого процесса, да, если мы возьмем... Ну, просто непонятно, как из ядра что-то вылетело, как вообще Земля не развалилась. Еще раз говорю, значит, Земля не представляет собой твердое тело, как планета. Вот мы кусок землевой нули породы, это твердое тело. Мы его, так сказать, повертили, покрутили, бросили на Землю, а она твердая. Но если мы рассматриваем Землю как планету, она держится исключительно силами гравитации. Потому что сила гравитации гораздо сильнее, чем предел текучести самой породы. Именно поэтому Земля круглая. Если бы она была твердее, вот в глобальном масштабе, она бы имела какую-то там случайную форму от оставшейся вот ее формирования. А так она, так сказать, гравитация все управляет. И поэтому, если мы бьем по этой капле, она, так сказать, как-то деформируется, идут сейсмические волны. Что-то отрывается, какие-то капли отрываются от ядра и тоже, в принципе, могут вылететь на поверхность. И дальше все это собирается на орбите и через какое-то время опять коагулирует в единое тело. Вы посмотрели на эти остатки вот этого объекта, который обрезался по химическому составу? Возможно, у него был другой состав, чем правило Земли. Правильно, безусловно, вопрос, но боюсь, что точности всех этих методов на это не хватит. Потому что вот Марс, он в десять раз менее массивен, чем Земля. И по составу, в общем, достаточно на Землю похож. И поэтому, если мы на десять процентов чего-то там добавим, допустим, у него изотопные соотношения были чуть-чуть на десять процентов другие. Вот мы десять процентов этого импактора добавили, значит, у нас это изотопное соотношение сдвинулось на один процент. Мы можем просто этого не увидеть. Ну и дальше, значит, формируется Луна из вот этих остатков, которые на орбите. Вот такая вот картинка заметная. Ну и вот, значит, теперь давайте посмотрим, как это все проходит по тем фактам, которые мы имеем. Значит, грубо говоря, масса Луны, большая масса Луны, да, она, в принципе, может пройти и по агрессии, и по захвату. По отрыву менее подходит, отрывается как в меньшей части. Для мегаимпакта это без разницы. Значит, главой момент системы. Значит, для коакреции и для отрыва это очень плохо. Почему? Потому что и коакреции и отрыв предполагают, что у нас первоначальный угловой момент всей системы сохраняется. Если у нас изначально был какой-то огромный, уникальный угловой момент, то, значит, Земля формировалась как-то по-другому, чем все остальные планеты. И непонятно почему. Для захвата, ну, окей, в принципе, да. Когда мы захватываем внешнее тело, оно приносит угловой момент. Но, опять же, я говорю, тут нужен третий агент, которого непонятно откуда взять. С точки зрения мегаимпакта, значит, это проходит лучше, потому что, если мы предположим, что удар был попасательный, это значит, что мы можем, ну, практически произвольный угловой момент принести вот этим агентом внешним. А в захвате третьего агентом не может быть солнце? Кто? Солнце. Солнце нет. Солнце слишком далеко. И период обращения вокруг Солнца все-таки существенно больше, чем период обращения вокруг Земли. Так как получится. То есть отклонение от инфициальности за счет движения вокруг Солнца, оно недостаточно для этого. Значит, наклонение орбиты. Для коакреции совсем плохо. Потому что, ну, если мы действительно из одной системы что-то формируем, то это что-то, оно должно, так сказать, сохранять угловой момент, в том числе и вектор углового момента. Значит, ну, для захвата вроде бы годится. Вроде бы ничего страшного для захвата нет. Хотя, если бы захват происходил из плоскости эклиптики, это должно было повернуть угловой момент Земли, и он должен был стать более, так сказать, нормальной в плоскости эклиптики. Для отрыва это тоже плохо, потому что, ну, понятно, почему, если мы отрываем, то мы отрываем ровно, так сказать, с плоскости своего вращения. Для мега-импакта, ну, опять-таки, вполне проходит, потому что внешний угловой момент, который мы приносим, он ничего не знает про направление оси вращения Земли. Так что по динамике вроде бы вот все-таки мега-импакт лучше, чем все остальное. Теперь по, значит, космохимии. С точки зрения летучих, вроде бы их и так и сяк должно быть меньше. Правда, при коагреции непонятно, почему это должно быть меньше, чем на Земле, скажем. При отрыве и при мега-импакте, ну, вероятность примерно одинакова. Значит, по железу. Опять же, железо – тяжелый элемент, поэтому при отрыве можно было оторваться совсем без железа, но остаться без железа при захвате и коагреции – это непонятно. Значит, по изотопам проходит, потому что если мы аккрецировали из общей, так сказать, мешанины, из общего резервуара, то мы все изотопы брали из одного места, и если мы оторвались, то тоже все вроде бы похоже. Если захват, то либо он пришел совсем из другой области, тогда это не годится, либо он пришел из той же области, тогда это годится. Только ничего сказать не надо. Значит, с магматическим океаном, с этим самым, с анартозитом, плохо работает захват. Непонятно, откуда взялось такое тело, очень хорошо дифференцированное, но без тяжелых элементов. Ну и, наконец, если все это дело, так сказать, просуммировать, Ну, плазибилити – это просто, так сказать, вероятность. Насколько вообще процесс возможен? Значит, понятно, что коагреция – это вполне реальное дело, захват – реальное, но редкое, а отрыв – это, по всей видимости, все-таки фантазия. То есть мы не знаем ни одного примера, который бы именно так должен был быть, у которого нет другого объяснения. Вот. Ну, и если мы все это дело, так сказать, просуммируем, то получается, что все-таки вот мега-импакт получается наиболее вероятным гипотезом сегодняшнего года. Вот. Этим всем осуждением там порядка двух десятков лет. Народ, в общем-то, продолжает, конечно, работать, продолжает совершенствовать эти теории. И есть критика и в сторону теории мега-импакта тоже. Ну вот, картинки, как это происходило, это какие-то симуляции, наверное, уже там относительно недавней поры. Я был не сильно старше вас в Болдере, в Колорадо, когда одну из первых работ на эту тему докладывали как раз те самые японцы. Значит, они решали задачу МТЛ. Это гидродинамическая задача. Видите, тут капли какие-то. Те ребята попроще решали задачу. Они решали задачу МТЛ. То есть, уже все произошло. Уже вот это все выбросилось сюда. Вот. А дальше мы вот из того, что выбросилось, пытаемся сделать луну. У них главная проблема была в том, что все это собиралось в кучку очень быстро. И луна становилась очень горячей. И, соответственно, она там не только летучих должна была содержать, но и многих, так сказать, таких вполне обычных элементов. Но, вот, тем не менее, многочисленные работы по симуляции этого процесса говорят, что, в общем, вполне, так сказать, вполне правдоподобно. Вот. Ну и... В завершении, значит, некоторое напоминание, почему это для нас чрезвычайно важно. Вот. В определенном смысле это нам подарок с неба для того, чтобы мы с вами здесь могли существовать, так сказать, и обсуждать такие всякие интересные вещи. Потому что симметричный волчок, которым является любая планета, обладает некой способностью к прецессии. И у Земли есть там определенные периоды этой прецессии, когда у наклона меняется там пределы где-то 2,5 градусов. Вот. Вот. Период не очень большой по геологическим меркам. Вот. Тем не менее, он четко совершенно связан с изменением климата, там, с некого периода, и так далее, и так далее. Вот. Если бы Луны не было, то... Вот, видите, вот это восстановлено, так сказать, по порядка 1,5-2 градуса амплитуда. Вот. Если бы Луны не было, то дело было бы, так сказать, гораздо хуже. Вот. У Марса, у него предполагаемая амплитуда прокачки наклона оси вращения составляет на 40-43 градуса. Вот. И мы видим на Марсе следы совершенно катастрофических изменений климата, когда выходят полностью полярные шапки. Вода конденсируется все на экваторе. До сих пор эти литники на гигантских щитовых вулканах на Марсе существуют. И, конечно, при таких изменениях никакая высокоразвитая биосфера, она бы не выжила. Вот. И в этом смысле Луна является мощнейшим стабилизатором, который обеспечивает относительно постоянство относительно земного климата. Вот. Вот такая у нас с вами уникальная совершенно планета, которая специально, по всей видимости, приготовлена для того, чтобы мы, наверное, они с вами живем. Вот. Ну, на этом я, пожалуй, завершу. Вот. Значит, по поводу следующего раза. У нас с вами сейчас Марс. На Марсе мы наверх две герцы. Спасибо. Удачь. Удачь! Иkiye Удачь! И YEAH! -